Более 40 различных общественно-полезных проектов было прислано жителями региона для участия в конкурсе лучших практик ТОСов. Территориально-общественные самоуправления – это группы соседей-единомышленников, которые объединяются целью – улучшить мир вокруг себя и помочь близким людям. Такие проекты и были присланы на конкурс, который Ассоциация Совет Муниципальных Образований Самарской области проводит четвертый год подряд. Особенностью этого года стало увеличение доли заявок от сельских ТОСов, которых в регионе становится все больше. Отрадно также, что у нас прибавилось заявок от сельских ТОСов. Почему отрадно? Потому что у нас является это важным направлением. По конкурсу «Лучшая муниципальная практика», который проводится на всероссийском уровне, мы проводили обучение, в том числе для сельских территорий, разъясняли эти позиции. Лауреатов конкурса назвали в семи номинациях, среди которых благоустройство дворов, социальная поддержка, развитие территории, пропаганда здорового образа жизни. Среди победителей ТОСы из Самары и Тольятти, а больше всего жюри отметили проекты из Сызрани. Жители провели активную работу в прошлом году и реализовали большое количество общественно полезных инициатив. Ну все понимают, что ДУБРНС это награждает качество. У нас мы это видим даже на уровне города. Мы прожили в том, что наша практика есть в этом году, когда ТОС вывел грант президентский, и это уже внутри влечет собой такой больших основ. Как отметила глава Самары и председатель Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области Елена Лапушкина, много проектов касаются не только улучшения качества жизни в городах и селах, но и такой необходимой помощи участникам СВО и членам их семей. Большое количество участников показывали свою практику в работе по поддержке наших воинов, которые находятся сейчас на линии СВО. Радует то, что из года в год вот эта активность и желание быть ближе, быть поддержкой не ослабевает, а только вот с каждым годом все укрепляет. В этом году региональные и федеральные конкурсы объединены, поэтому победители из Самарской области смогут подать заявку на участие во всероссийском этапе, где вновь смогут претендовать на награды на уже федерального уровня, а четыре самарских победителя прошлогоднего всероссийского конкурса будут награждены на форуме местного и общественного самоуправления на местах.рф, который пройдет 11 и 12 апреля в Перми. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов. События.